Всем добрый день! Сегодня у нас очень хороший день и у нас есть такие заинтересованные люди, которым я буду рассказывать про лоскутное шитье. Про лоскутное шитье вообще и про лоскутное шитье в одежде. Я очень хочу, чтобы люди не боялись резать, они понимали, что они делают и для чего они делают. Поэтому можно дойти даже до такого уровня, использовать лоскутные наборы в одежде. Это очень сейчас актуально, модно, удобно, можно использовать всевозможные остатки. Поэтому я приглашаю всех в наш дом кукол. Приходите, мы вас этому научим. Был такой проект «Великие женщины». Девочка у нас есть Тацет Варвара. И вот она нам рассказывала, те, кто подписались, те, кто хотели пошить такое одеяло, она рассказывала про всевозможные блоки. Блоков надо было отшить 35 или 36, чтобы собрать впоследствии их в одеяло. Ну, конечно, на 11 или 12 блоке я остановилась. 26 на 26, 27 на 27. Она рассказывала, как это все делается, как отрезается. И я сейчас вам немножко расскажу, с помощью каких инструментов это делается. Для того, чтобы москутное шитье было правильным, используйте, конечно, специальный материал. Это вот дисковые ножи, линейка. Это все из специального материала и мат. Потому что для того, чтобы собрать любой блок, надо сначала правильно, ровно отрезать. А уже потом это сшивать. Вот. Я тут приготовила вам некоторые картинки. Что можно сделать? Это все плоскостные работы. Это то, куда можно использовать всевозможные остатки. Это прихватки, одеяло. Сейчас, тем более, такая возможность можно напечатать даже, видите, фотографии, которые можно сделать именные, именные одеялы. Да. 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 Я думаю, где же такие ткани? Вот. Это вот, это, конечно, лучше всего использовать натуральные ткани, потому что, ну, это имеется в виду хлопок. Очень хорошо идет джинса, очень хорошо идут мужские рубашки. Рубашка порвалась, да, здесь где-то, а здесь по ткани, рубашки шьются из очень хороших тканей. Вот детское одеяло. Вот это вот девочка моя знакомая Настя шьет. Потом, конечно, можно усложниться. И использовать в одеялах еще и аппликацию. Это, конечно, покрывало, но всему этому можно научиться. Все это можно постичь. Это все я вам приготовила. Простые блоки. Квадраты, да, это просто квадраты и треугольники. Вот столько сельца осталось в дальних временах. Вот, вот треугольники, да, и не жить не будете. Не будете. Не будете. Но зато вы можете их использовать в лоскутных изделиях. Вот джинса. Старые джинсы, пожалуйста, набирайте джинсы, режьте. Это получается хорошее дачное одеяло, покрывало, да, вот, прихватки. И еще есть такое украшение одеял. Это свободноходовая стежка. Ну, это вот, ну, это вот, вот. Здесь вот свободноходовая стежка по ткани. То есть по рисунку ткани. Вот. То есть ты настройки ваши на специальные. И потом потихонечку водишь. Я здесь вот кусочек тоже у меня сейчас. Из лапки, которые... Нет, там специальная лапка. А, там специальная лапка. Лапка, да. Это опускаются зубцы, выставляется на 0-12. Ну, и что? Я хочу вам рассказать, но уже у меня здесь нарезанный, потом вы сами попробуйте эту ткань порезать. Как же все-таки достичь вот такого эффекта? Как же все-таки соединить эти вот эти вот треугольники? Как они получаются? Как он называется? Это дисковый нож. А, дисковый нож. Даже в Леруа люди покупают, и он даже дольше служит, потому что вот здесь вот лезвие, оно не перезатачивается, оно если затупилось, все, его надо менять. Как же все-таки резать? А резать надо вот так. Даже какие кусочки. Они будут самые красивые. Вот полосочки всякие. Я вам подарю вот эти кусочки, вы дома их соберете, в следующий раз покажете. Сначала надо выровнять край. Здесь, чем эти линейки хороши? Давайте я расскажу немножко про инструменты. Здесь разное направление линий. 45 градусов, 60, 80 или сколько тут, 30. И везде эти градусы нужны, потому что мы начинаем пока просто с квадратиков, а потом у нас начнутся треугольники, которые надо грамотно отрезать. И для того, чтобы отрезать правильно, я сначала выравниваю край. Сидя, не получится, только стоя. Надо левой рукой, ну если вы правша, держать очень плотно надо линейку. Репко. Да. А вот этим ножом... У вас теперь край ровный. Теперь вам надо отрезать полоски шириной 5 сантиметров. Здесь везде, конечно, градация. 5, 10, 15 линейки есть разные. Есть квадратные, прямоугольные. Надо нарезать полоски шириной 5 сантиметров. Ничего измерять не надо. Взяла линейку, приложила, соединила. 5 сантиметров. Готово. Бейка. Еще раз. Бейка. А бейка для чего? А бейка для окантовки. А, все, поняла. Для окантовки. Вот окантовка. Любое одеяло имеет окантовку. Только это все разной ширины. Здесь, например, бейка 3,5 сантиметра. Здесь 3,5 сантиметра. Здесь может быть 6-7 сантиметров. В зависимости от того, какой вы хотите сделать окантовку. Здесь вот еще дополнительные делаются бордюры. Вот видите, вот это еще бордюр. А потом уже идет окантовка. А бейку не обязательно по косой отрезать? Лучше ложиться по косой. Но мы не всегда можем это сделать. Потому что в основном коса и бейка используются в одежде. Для кого? А для одеяла ты представляешь, какую тебе надо длину. Потому что там и 12, может быть, метров, и 13 метров. Это длина вот этой бейки, которая большей частью пришивается вручную. То есть пристрачивается на одну сторону, потом выворачивается и пришивается вручную. Это самая качественная работа, считается, когда используется ручная работа. Некоторые люди, конечно, стягают вручную. Это вообще вышепилотаж. А, кстати, вот это тоже стежка. Один из принципов стежки, это называется вышивка бору. Бору? Бору. Сейчас же все вот эти вот японские техники изучаем. Поэтому я вам сейчас покажу, как же все-таки делать эти два треугольника. Да, для того, чтобы сделать треугольник, вот такие вот, два треугольничка на одной, ну как, на квадратик из двух треугольников, надо сложить лицом к лицу и, конечно, нарисовать линию от угла до угла. Диагональ. Да, я вам сейчас дам и одно, и другое, чтобы вы это прошили. А прошивать надо вот на 0,5 от одной стороны и до другой стороны. То есть проложить две строчки. Стебельничком или как-то? Обычным. Да? Да, обычным. Просто как намёточка вроде. Тут ещё такой момент. Для того, чтобы это не разъезжалось, это надо немножко сколоть. Ниточку вдвое. Одинарную, пожалуйста, прям, лишь бы только побыстрее. Обратите внимание, все одеяла, которые я вам сегодня принесла, они из простых квадратиков. То есть вот такую красоту можно делать из простых блоков. Вот это вот, которые я вам вот эти вот принесла, это уже сложные блоки. Тут надо, да, тут надо, тут тоже, видите, в принципе, любой сложный блок состоит из простых блоков. Из треугольников. Да, как делать треугольники, я вам сейчас покажу. А мне дайте вот так. Сейчас я вот вам рисую. А, возьми, не я пока. Прошиваем на 0,5 от шва. Быстренько просто соединить вот так, чтобы я потом покажу, что с этим делать. Для чего рисовать эту линию? Эта линия от одного угла до другого, это ориентир. Обычно такой ниткой не шьют. Пэтчворк. А какими нитками? Обычными полиэстер. Вот, если потом стягать, то, конечно, лучше стягать вышивальными нитками. А полиэстер это эти вот? Мулине? Нет. Какие вышивали? Есть такие вышивальные нитки полиэстер, которые я вот здесь вот использовала. Здесь я использовала... Мы на иконы, наверное, бисером вышиваем. Нет, здесь тоже вышивание полиэстер, намотка 5000 метров, 1000 метров может быть. Это может быть Мадейра, это может быть там крутые какие-то нитки. Сейчас очень большое разнообразие ниток. Ну, опять же... Могут и сломика быть. Чем лучше материалы, тем лучше результат. Ну, ясно. И надо быть готовым к тому, что если ты хочешь заниматься петчворком, не сэкономишь. Потому что все хорошие материалы, даже инструменты, это все... Да, понятно, да. Недешево и... Ну, сердито. Ну, потому что некуда деваться, надо это брать. Да, на этом не сэкономишь. Вот из таких самых простых можно делать очень хорошие одеяла. Да, наволочки очень красивые. Из простых треугольников и квадратов. Это вот нужно взять два цвета, так, чтобы более-менее подходили. Да, да, которые бы, да, конечно. И вот на них будет все строиться. Да, да, да. Верх одеяла это называется бык. Бык. Вот, он тоже из таких же простых треугольников. Треугольников, красиво. Да, собраны. А, из них можно забрать еще треугольники? Да, как хотите. То есть, это как это? Как ваша фантазия? Насколько хватит вашей фантазии? Можете использовать самые разнообразные, конечно, цвета. Да, но лучше... Это вручную? Ой, вот это на машинке. Это на машинке, да? Но лучше, конечно, использовать натуральные ткани приблизительно одинаковые клубы. Но прежде чем шить из этих тканей, их надо декотировать, их надо постирать и проутюжить. Потому что... Чтобы они не дали усадку. Да. Чтобы они впоследствии не дали усадку. А мы на даче рвем их вот так все на тряпочке, на веревочке и подвязываем помидору и наград. Все. Не, ну правда, жалко. Вот эти кусочки всякие есть, такие красивые. Я раньше шила, три года ходила в дом офицеров. И у меня остались вот эти всякие лоскуты и там все. Вы ходили на курсы кройки шить все в дом офицер? Да. А может быть... И на вышивку. Да? Ой, как... Ну у вас вообще такие знания-то какие вообще необычные. И навязки. Ну вообще. Я растила. Вы все умеете. Вот теперь смотрите. Мы прошили. Теперь мы по этой линии разрезаем. Да. Да. Вот так ту линию, которую я рисовала от угла до угла, я по ней разрезаю. И мы, да? Нет, я все вам порежу. Разрезала. А это вот мы прошили на машинке. Как будто бы на машинке, да. И когда вы открываете, у вас получается два треугольничка. Их, конечно, надо разутюживать. Как вот так или неважно, как. В смысле? Их надо в одну сторону разутюживать. В одну сторону. Чтобы не прозрачивать через светлую. Понятно. Вот просто даже вот так вот руками. Да, вот так ножницами. И ножницами, да. Или вот так вот, хоп, ножницами. За ножницами, да. Вот вы правильно говорите, прям отлично все. Прям вот пятерки можно поставить. Это тут просто, знаете, такая кладезь фантазии. Непредсказуемо можно сделать. Нарядные, красивые. Только вот надо строчить ровненько на одном расстоянии. Да, это и сейчас я про это расскажу. Тогда квадрат будет. Для этого есть специальные лапки. 0,6, 0,5. То есть, либо вы берете на машинке какой-то один ориентир, либо там рисуете черточку, на которую вы можете ориентироваться. Либо на... И прямо вот так нарисовала. И все эти квадратики сначала там 50 штук прогнала. Сразу завернула. Сразу. Потом их всех порезала. Потом вот так порезала. Сейчас скажу, что дальше делать. Пожалуйста. Все можно освоить. Это ведь... Это разве сложно? Нет. Нет, абсолютно не сложно. Абсолютно не сложно. Тем более знаете, что у вас где-то там есть рубашки, которые ну просто вот рука не поднимается, выбросить. Есть джинсы, которые тоже можно применить. Надо было, конечно, из разных квадратиков. Вот смотрите. А получилось у нас с вами вот что. Елочка типа. Хочешь? Елочка. Хочешь квадратик вот так. Это мы с вами просто, да, отшили. То есть бабочка еще прям, ой. Смотрите, как чудесно. Вот что у нас с вами получилось. Используя абсолютно элементарные методы, грубо говоря, шитья, не применяя никаких эксклюзивных каких-то там технологий, у нас с вами получилась вот такая вещь. Захотели, по-другому сложили. Вот так. И дальше продлили снова и уже сложили там. Или вот эти квадраты. Это, да, потом это вот сюда, вот это. И опять понеслось, и понеслось, и понеслось. Красиво. Вот тебе и одеяло. В принципе. Да, но... Не имею вот даже два отреза вот таких кусочков. Да, да, да. Можно взять разный размер. Это просто у меня заготовки были на 10 сантиметров. Вы можете взять 15 на 15, 12 на 12, 18 на 18. Только чтобы все они были одного размера. А для того, чтобы они были одного размера... А вот такую вот линейку где купить? Леонардо. У них очень хорошие материалы. Маты, линейки, ножи. Сразу можно запасной один нож купить. Вот еще есть маленького диаметра нож, но им рекомендуется резать круглые блоки. Потому что это мы элементарно рассматриваем. А есть ведь одеяло, которое собрано из очень сложных. Да, да, да. И вот тогда маленький диаметр вот такого ножа. Он предпочтительный. Но этот мы успеем купить. Нам вот тот сначала. Вот. Его никогда не надо оставлять. Вот видите, я сделала ошибку. Я его оставила открытым. Надо разрезала, сразу закрыла. Он очень острый. Чуть-чуть коснешься и сразу да. И сразу порежешься. Я думала уж прям там что-то с ним случится. Нет, нет, нет. Не с ножом, а с вами. Потому что вот так вот порежула, бросила. Вот так, да? Да, потом раз. И тут бумажки положила. А потом все это нехорошими заканчивается вещами. Вот давайте мы дальше с вами. Тут у нас еще есть блоки. Давайте поиграем немножко. Как ваша фантазия, уже с готовыми тряпочками можно поиграть. Давайте посмотрим. Ой, какие красивенькие. Это ваши. Это будет ваше. Пожалуйста. Поиграйте, поиграйте. Прихватки как раз сегодня можно сделать. Да. Сейчас делаем прихватки. Пожалуйста. Собирайте себе прихватки. Пожалуйста. Сейчас я вам отрежу наполнитель. Есть еще, знаете, такие линейки, например, они сразу по размеру 10 на 10, 15 на 15. Это очень хорошее. То есть ты сразу вот так отрезаешь резкими движениями и сразу отрезается уже фиксированный размер. Да? Почему нет? Стрелочкой. Пожалуйста. Сшивайте как вам нравится. Сейчас я вот эти пока сошью. Да? Чудесный результат. Самое главное влоги. Это, конечно, не дешевые вещи. Но если этим заниматься, эти инструменты иметь надо. Ножницами так не отрежешь. Это экономия по времени. Самое главное, тут надо держать только под 90 градусов нож и линейку держать очень ровно. Не надо бояться резать. Мы ничего не боялись. Да, мы уже боялись. Поэтому надо держать очень плотно. Если у вас какой-то большой кусок, надо все равно держать вот так, переставляя руки. Не ткань двигать, а руки двигать. А линейка и ткань остаются на одном месте. Да, вот отмерила. Параллель провела. Вот. Теперь я вам хочу отрезать ткань под 45 градусов. Если у вас позволяет возможность, покупайте сразу большой мат. Это я специально беру. Да, вот это. Вот это называется мат. На нем тоже бывают метки со всевозможными линиями. Тоже вот так положила ткань. Уже не надо прям линейкой искать, где что тут у меня 45 градусов. Уже на мате нанесены эти линии. Точно так же держу. Очень сильно прижимаю. И начинаю резать. Сребейки. Наполнители это то, что находится между верхом одеяла, низом одеяла, прокладывают. Ну, это вот самый простой наполнитель, хлопковый, ватин он раньше назывался. Вот. Но он сейчас хорошо, очень играет роль такую хорошую, потому что он натуральный. Вот в этой куртке у меня, вообще, помните, половая дрябка белая есть? Есть. Вот сюда я ее использовала. И она очень хорошо себя ведет. Опять ее надо. Мягкая и теплая. Да, ее надо опять проутюжить, чтобы она тоже дала естественную усадку. А здесь я уже использовала немецкий шерстин. Это тоже тканное такое полотно шерстяное. И вот тоже надо проутюжить, но ведет оно себя намного сложнее. Оно дороже в 10 раз, но и сложнее с ним работать. Потому что оно все играет. Это вроде тряпочку приложила, одно, другое все, а оно уже лежит. А это оно мигрит все время, оно вот едет и едет. И как же его сцепить-то между собой три слоя? Здесь вот она вот сложно сыграла в этом. Но все равно получилось, потому что обещают до минус 15 вот это тоненькое. Даже это использование, да. Но будем тестировать, будем смотреть. Так, теперь мы будем отрезать по вашему размеру. Мы будем отрезать наполнитель. Как правило, наполнитель отрезайте чуть-чуть побольше, чем вверх. Ну тут, конечно, уже играют ножницы. Ножницы у нас есть. Отлично. Без зигзака такие. Отрезаются. Еще чуть-чуть побольше, чем наполнитель. Наполнители сейчас самые разнообразные. Я даже умудрилась купить лениной наполнитель. Но он 100%. Такое, какое-то прям чувственное такое полотно. Это вот, вот эту ткань сейчас где купить? Вот вы знаете, продают там, где продают ткани. Но стоят они от 700 рублей. В зависимости еще от состава. Есть там, значит, шерсть, есть шерсть с вискозой, есть шерсть с этим пятым-десятым. Вот, в зависимости от этого. Так, теперь вам надо эти все три слоя простегать. А низ берем ткань просто гладкую одну? Любую, какую хотите, да. Ну, я никогда не рекомендую использовать ветхую ткань. Которую домой, да у меня есть простыки, которым до 30 лет, мне вот надо их использовать. Нет, вы потратите, приложите очень много сил, а оно себя поведет неадекватно, оно будет расползаться дальше, и у вас вся вещь получится выброшена. Это выкладываете как лицевой стороной к себе, потом идет наполнитель, потом идет вверх. Вот это мы тоже скалываем, чтобы оно у нас не ездило посередине и по краям. И нам все это надо чуть-чуть состегать, скрепить с трестой. Обычными, с меточными стежками. Обратную сторону можно, наверное, на прихватке тоже такую же сделать из лоскутика. Ну да, можно, можно, все что угодно. Да, все что угодно. Можно вот, ну, единственное, любую ткань можно использовать. Одеяло очень хорошо работает и живет с штапелем. Да. Оно, вот, штапель, конечно, сшить им сложнее, чем, например, с обычной бязью лисицем, но оно тактильно вообще очень приятно. Вот, и когда обратно, вот у меня курточка есть, там тоже штапельная подкладка, и вот она очень приятная. Вот. Теперь обычными стежками по линиям. Просто как вот здесь на картинках все одеяла у нас, ну, за исключением вот этой свободной ходовой стежки, здесь просто прострочены по линиям. Это тоже стежка. Она тоже себя хорошо ведет. То есть и по этим, и вот так. Да. Вы можете вот только так, например, соединить. В общем, это уже вы как хотите. Понятно. Как хотите. Ручная стежка – это вышепилотаж. Как легко. Это вышепилотаж. Люди, которые стягают одеяло ручную, зарабатывают очень хорошо, потому что это ручная стежка. Как надо стягать. Внизу просто как-то сцепляешь. Да. А сюда чуть-чуть побольше. Все. Прочная нитка. Это стежка. Ну да, прочная я поэтому принесла. Это армированная нитка, она себя ведет хорошо. Стягайте. Вот видите, потом уже мы будем подрезать. Потому что, видите, все равно где-то что-то выступает. А чтобы оно было ровненькое. Вот, Ларис, и вот потихонечку, прям по этому шву едите. Три вот таких блока. И вы можете через соединительную бейку соединять. Вот такими маленькими блоками собирать можно одеяло. Где вот я тут резала, да? Вот. Вот так вот бейку прицепила. Вот этот вот способ для ленивых. У вас уже все вымерено. Все у вас уже подрезано. И теперь вам надо соединить два блока. Так вот это большое все из блоков соединенных. Или можно весь вверх сделать? Это соединенный, вот это все в блоке собирается. Вот серединка собралась, к нему пришился вот такой вот бордюр, окантовка, потом шире. Да, потом пришилась аппликация. Потом все это от середины все это состегалось. То есть оно вот от середины, чтобы все эти согрения, все эти полосы, да, 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 да. Все, чтобы эти борщинки все ушли. Вот. А потом уже делается окантовка. Простегалась, а потом делается окончательная окантовка. Или вот такими небольшими блоками, потом их все собираем. Вот я бы хотела... Вот это для ленивых? Это да. Ну это будет у вас блок, например, 50 на 50. Вам надо одеяло 150 на 2. У вас, например, горизонтально у вас идет 3 блока по 50 см и вертикально 4 блока. Здесь у вас идет 3 блока по 50 см, вниз идет у вас 4 блока по 50 см. То есть вы сначала между собой их соединяете горизонтально. Такие блоки мы делаем по 50. Да. Этот мы сейчас сделали 20 см, а мы сделаем по 50. Да, да, да. По 50. По 50. Вот это можно взять вот, например, вот смотрите. вот здесь у меня по моему 46 на 46 вот вот у меня готовый блок я могу соединить через бейку не стегать все одеяло вот это пока я соберу сюда положу наполнитель потом я положу еще нижний слой тяжело не каждая машина может с этим справиться в том плане что мне это надо все вот так будет вот в эту всю конструкцию закрутить из серединки начинать стегать и вот рукав у машинки ну представляете конструкции машин рукав ним не позволяет соберешь да не позволяет поэтому вот такая сборка вот такими квадратами она очень хорошая она легкая вот то есть вы соединяете вот так вот здесь и это вот здесь вот здесь прострачиваете прям по лицу туда еще уточните тоже несколько методов сборки есть и вывод 3 по 50 вот так вот соединили второй слой 3 по 50 вот так вот а потом уже эти между собой сидишь бейкой точно так же бег и получается что у вас квадратики соединены вот так вот бейкой а с изнанки чтобы осознанки тоже бейка понятно ю тубе есть посмотреть можно теперь надо сделать окантовку вы можете сделать одеяло как бы готова готова теперь нам сделать надо вот эту заключительную контур вы собираете косую бейку либо не косую беру да ну собирается сшивайте и ныжу собой потому что вам надо будет на цель на 12 метров например там метр пятьдесят на два метр пятьдесят и метр пятьдесят три прямо одно и окантовать да но вы делаете ее длинную вы считаете метр пятьдесят плюс метр пятьдесят три метра и эти еще до 2 и 2 еще 4 вот сколько вам 7 метров надо на простое одеяло бейки вы ее сразу в ленту длинную сшивается и начинаете пришивать вот сейчас вы уже это будете делать сейчас я вам покажу а я вам покажу покажу угол это да это наше второе имя угол конечно когда есть возможность сейчас подрежу когда есть возможность сделать длинную полоску это конечно здорово но как правило бейки собирают из остатков уже из того что осталось вот и поэтому они конечно чаще всего часть вот уже вот смотрите тут есть такие одеяла где другого вообще цвета да либо можно использовать нижний слой сюда вот у нее нижние нижняя ткань вот у нее верхняя ткань все видите собрала можно и этой тканью обработать нижней правильно даже когда пройдетесь по периметру вот этот наполнитель нужно аккуратненько убрать из шва чтобы бейка лучше вывернулась до слабо нажали поехал еще нет не развязать специально ну дайте я подравняю мак не разрежется на он целом это специальный материал для этого даже царапин на нем нет он как это самовосстанавливающийся чтобы вот прям надо вот раз вот так вот и все одной стороной чего-нибудь понятно девочки понятно конечно только теперь нам все по чем-то ну практика практика знаете у меня тоже ножи тоже в сторону шли сразу начинаешь руки как крюки на первый раз делась кожу резать это вот сумка сшита тут же очень много косы здесь ручки здесь вот это вот все все тоже в крисе в кость шло сначала потом все пришло немножко это самое потом немножко научилась практика практика все покажет все конечно кто бы еще спорил конечно сможете смотрите что не до конца разрезает нож значит он уже затупил надо новые и тупится достаточно быстро когда начинаешь много резать вечка для вашего дела по середине уголочек приказывали есть еще очень удобный способ такие специальные прищепки есть клипсы называются ими вот так вот приколол тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и ничего приметывать не надо но не у всех получается мне что-то вот эти клипсы они нет просто приспособиться надо на кожу они не сработали они скользят вот 9 на 15 и они собраны со смещения вот здесь ситуация другая это называется техника баржелла здесь она по схеме видите здесь подбор ткани идет от темного к светлого и она в сборке смещается симметрично тут она хаотично получается вот этот рисунок а здесь да а здесь она именно вот по схеме схематично есть такая схема баржелла сборка баржелла а рукава просто без всякого лоскутного набора а этого не просто из ткани просто это вот это такая ткань это ткань это эндомизийский батик ручной покраски эта ткань дорогая сюда затраты на это пальто на 8000 только ткани наполнитель подкладка и плюс работа все вместе стоит пятизначное число кто хочет этому можно научиться я не продаю свои вещи я могу этому научить вот из этих квадратиков вы можете сделать вот такое пальто тоже какая-то это сатин это декоративная строчка в машинке вот такой вот волна да там надо просто есть это ну просто такие декоративные строчки вот такая стежка она дает жесткость вот эти вот тут она не такая не такая частая простежка помягче и вот здесь и она разные структуры получается здесь другое соединение здесь закрыта бейками здесь простая бейка на рукаве косая бейка все-таки здесь пройма чтобы тянул да вы . как заделывается вы . для того чтобы сидела на хороших габаритах надо делать форму добротная да да то есть это сшивается вытачка высекается то что вы сейчас будете делать высекается наполнитель а потом бейка и все это закрывается закрывается чтобы здесь не было утолщение есть еще такой способ двухсторонняя одежда как же она крепится между собой вот эти вот слои окантованные они крепятся вот этот окантован шов и вот этот для того чтобы иначе они должны быть одинаковые и они тогда соединяются в стык есть такая строчка прерывистый зигзаг он называется есть просто зигзаг и а есть вот такой зигзаг и вот этим зигзагом вот сюда вот соединяется и она получается одинаково и с этой стороны и стой и с этой стороны и можно одевать и на эту сторону и на эту сторону да ну вот видите вы уже двигаетесь уже практически завершению как это основы почерка да вот это самое главное вот все таки когда своими руками ты уже вот это все поделал это совсем другое дело нежели смотреть тем более все просто соединила самое главное отрезать ровно отрезал ровно сшил значит тоже ровно ориентир на машинке ширина лапки и поехала еще знаете у меня вот не распечаталась картинка есть еще такой способ полосочками соединять берете режете все на полоски например взяли ширину 7 сантиметров полоски вот разрезали рубашки там желательно конечно одной плотности разрезали все это сложили друг на друга эти все разрезанные полоски и начинаете их между собой сострачивать зеленая красная синяя бирюзовая делаете длинную длинную ленту например метров 40 разноцветную вот абсолютно разного цвета что потом делаете потом берете начало с концом соединяете то есть уже в этой сострочили 42 метра разрезали где-то там на серединке и начинаете вот так соединять у вас уже получается 21 метр потом и снова напополам разрезаете да и сшивая вот таким способом или можно даже они как правило чаще бывают вот такие смещенные у вас получается полотно из полосок что вообще практически элементарно полоски 7 сантиметров шириной длиной не могут быть там от 5 сантиметров разной длины вот рубашку мужской взяла и понесу нарезала в клеточку нарезала в полосочку их между собой перемешала и вот это получается дачное одеяло у вас получается 42 метров вот такой полоски одеяло 150 на 2 и когда вы собираетесь посмотреть издали и понимаешь матчки неужели это просто из полосок уже 7 сантиметров это вот просто как рука захотела а вот так все таки правильно и когда мы его выворачиваем вот он вот какой уголок получается чистенький вот видите здесь когда мы его вывернем он у нас зашиты получился мы не можем его вывернуть он зашитый а этот вот такой он должен получиться при окантовке при пришиве окантовки сначала вот так наложить а потом вот так на 90 градусов сложить вот так неправильно а вот так правильно и когда мы его выворачиваем он получается складочкой вот такой здесь тоже вот так аккуратно складочкой закладывается и подшивается вручную вот так все понятно ну и конечно это вот вот эти вот надо конечно их подрезать вот чтобы они все одинаковые естественно если делаем 10 на 10 мы делаем сидеть тогда и когда их собирать все они будут все ровненько и так вот так пойду и ширина лапки у вас рисовать до ширина лапки ваши позволит ну конечно если увидеть что у вас шов пошел кривой вы потом здесь не соедините а тут же ведь еще в чем фишка то петчворка надо так соединять чтобы уголки совпадали конечно ну они конечно не всех совпадают и не всегда ну ничего да если мы первое сделаем такое пробное для дачи это не страшно да конечно зато мы набьем руку да если мы захотим сделать что-то более на простом мы уже резать будем бояться все простое всегда приведет к сложному если захотите везде что у нас да мы начинаем с простого прямоугольник научился вязать а потом ой хочу дырочки хочу там это змейку и дальше получается если вот опять же вроде кажется ой баджила да конечно и баджил разный бывает особенно в одеялах они разного размера есть и вот так близко посмотреть это тоже 7 на 15 вот смотрите просто они собраны они собраны по принципу полосочке как я вам показывала здесь собирались полосочки потом они собирались уже в полотно то же самое 7 на 15 у хороших тканей у них тяжелая такая крепкая основа они хорошо режутся хорошо строчится то есть они заняты до отрезан подалевой она хорошо и ложится вот например вот эта ткань вот она эта ткань кауфман есть такие художники вэра брэдли филипп морис кауфман они изготавливают именно вот они рисуют вот такие вот ткани они рисуют такие рисунки они сразу выпускают ткань коллекции что и эти вся ткань они между собой сочетаются понятно и по качеству и конечно с ними работать одно удовольствие если вы потрогаете вот эту ткань ну трогая необычная вот дорезала ее не возможно порезать не ровно она сама режется ровно понимаете прям горит да да и вот маленький кусочек а он дает играть всем да все тона сюда включай и будет шикарно и это уже коллекция понимаете однотонная а в середине маленький акцент и он дает вот этот вот маленький кусочек он а когда она все собрано в полотне и в каждом блоке вот так есть маленький кусочек это всегда будет работать ну вот у нас прошел первый мастер-класс по основам печерка лично я очень довольна нашему занятию люди пришли чудесные заинтересованы этому научиться и все доступно есть такое слово я хочу значит я смогу а все это у нас и одежда одеяло все собрано из простых форм которые доступны любому человеку приходите мы вас научим спасибо оля за мастер-класс не забывайте ставить лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал ссылочки на страницу или в инстаграм будут под видео всем пока пока у вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok